Потерпит, вот служит мне, я потом вознагражу. Правильно? Ну Шила Прабхупада, вот кстати интересно, что я посмотрел по поводу того, что Шила Прабхупада говорит о семейной жизни. Вот у него буквально практически в каждом наставлении у него есть такие наставления, что муж должен заботиться о жене. Он пишет, теперь ты должен заботиться о своей жене, о женщинах, о женщинах, представляете, нужно заботиться. Особенно во время беременности, ну кстати после беременности больше еще надо. При проведении свадебной церемонии муж дает обещание заботиться о жене на протяжении всей ее жизни, а жена обещает всю жизнь служить мужу. Это письмо карандаря 5 августа 1971 года. И в чем состоит забота? То есть мы поняли, выяснили уже, что муж должен заботиться о своей жене. Правильно? В чем состоит забота? Что такое забота? А? Пусть слушается? Конечно пусть слушается. А, защита, хорошо, защита. А, ее слушать. Еще какие варианты? Выслушивать. Спасибо, хороший вариант. Еще есть какие-то, да. Охранять ее от самой же себя, чтобы руки не наложила на себя. Привязать ее. Ну да, в общем-то вы правильно говорите. Еще есть варианты? Решать ее проблемы. Решать ее проблемы. Каким образом? Интересно. Вы, наверное, какими-то ситхами обладаете. Умеете решать женские проблемы? Поделитесь. Это интересно. Ну, духовная забота все-таки. Ну, как бы мы, что-то, ну, вроде духовное общество. И, наверное, все-таки муж, он как-то должен позаботиться, помимо всего того, о чем вы говорили, о ее духовной заботе. Он уже гуру, в конце концов. Он же отвечает за ее духовный прогресс. Шила Прабхупада пишет, вот особенно, там, где он написывает «Женитьбу Кардаму Муни и Девахути», он пишет, что Девахути на протяжении долгого времени служила своему мужу. Он, в общем-то, довольно долгое время не обращал на нее внимания. Он был занят духовной жизнью, аскезами. А потом он заметил, что она как-то обрешала и уже утратила былую красоту. Ну, он вернул ее, естественно. Но Шила Прабхупада говорит о том, что жена делит все результаты, результаты духовных достижений своего мужа, она делит с ним, если она ему верно служит. Поэтому, в общем-то, задача мужа – это также забота духовная. То есть мы же в ответе за тех, на ком женились. Но духовная забота, духовная забота – это ж, если вдруг жена, ну, гуру, он же как, если жена что-то не выполняет. Знаете, почему я говорю так? Может быть, я шучу немножко. Я, к сожалению, наблюдаю часто, что в нашем обществе происходят какие-то вещи, которые мне не до конца понятны. Особенно это вот молодые люди, которые только женились. И у них есть какое-то понимание, как все должно быть устроено в этом мире. И, ну, вот честно сказать, я вспоминаю себя. Я думаю, если бы мне кто-то в 20 лет рассказал что-то, вот то, что, допустим, я знаю сейчас, то я был бы очень благодарен этому человеку. Ну, говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. Но, так или иначе, я наблюдаю какие-то вещи, которые происходят среди даже старших преданных, и которые живут уже много лет в браке, и они как-то, ну, как-то не вдохновлены друг другом. И задача мужа вдохновлять жену, и, знаете, как результат, жена будет вдохновлять мужа. Потому что же говорят, да, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Но упускают тот момент, что эту женщину делает великой, ее муж вдохновляет ее. Ну, а при этом, опять же, его дает ему возможность себя вдохновлять жена, которая, в свою очередь, и так до бесконечности. Это команда. Муж и жена, это команда. Они должны вдохновлять друг друга. И очень часто мы от незрелого какого-то понимания шастры, от незрелого понимания. Муж гуру, все, тяжелый, так строится. Ты почему проспала на пять минут на Мангала-Ароте? Подъем немедленно и так далее. То есть мы думаем, что мы можем что-то потребовать. Мы можем, потому что, ну, мы же преданы, у нас же вайды бакты, правильно? Мы же, ну, мы же, у нас регулируемый процесс. Вы не думайте, что я ерничаю. Действительно регулируемый процесс, и я пытаюсь ему так же следовать, и моя жена тоже. Ну, просто мы немножко разные, мужчины и женщины немножко разные, и у каждого своя скорость. И это очень важно учитывать. И вот пытаясь вдохновить свою жену или мужа, ну, в данном случае мы говорим о том, что мы говорим об отношениях с женой. Иногда мы вдохновляем ее, ну, я же, ничего себе, должна слушаться, я же гуру. Но у кого из вас были какие-то сложности в духовной жизни? Поднимите, пожалуйста, руку. А кого из вас гуру за это ругал, бил палкой, там, я не знаю, не разговаривал с вами, отвергал, там, еще что-то? Кого? Никого? Никого. Задача гуру вдохновлять. Задача гуру не требовать, задача гуру не... Задача гуру вдохновлять. И в этом смысле муж является гуру. Не надо на себя примерять этот абхиман, гуру абхиман. Не надо думать, что я гуру. Не надо думать, что я слуга. Но очень важно, чтобы в своих отношениях мы учились действительно вдохновлять. И для того, чтобы вдохновлять человека, нужно понимать, какова его природа. Каким образом мы можем вдохновить женщину? Каким образом? Кто? Какие версии? Как можно вдохновить женщину? Личным примером, еще есть варианты. А? Любовью, ближе, дальше. Помогать ей в обязанностях. Очень хорошо. Слушать. Слушать ее. Вот это самое любимое мое дело. Не, ну классно же, на самом деле, когда слушаешь женщину, с нашей мужской точки зрения, кажется, что рушится вселенная. И капец. Но самое классное в этом деле, что ты понимаешь, все нормально. Можно просто выслушать. Ну, об этом мы попозже чуть-чуть коснемся этой темы. Но все-таки выслушать, что еще, какие еще есть варианты. Что? Сладенькая. Ну да, сладенькая-то да, конечно. Ну, все это вместе, все это вместе. Я бы объединил для начала одним понятным. Вот мы говорили, что есть два всего способа вдохновить жену, но их никто не знает. Но на самом деле есть один всего способ. И если вот этого одного нет, сразу возникает 1108 различных вариантов, как это сделать. Которые все не работают. Ну, например, вот чего требуют обычно мужья жалуют. Она хочет от меня только чего? Денег. Денег, все сказали. Что-то так нужно сказать. Она хочет от меня денег. Она хочет от меня того. Она хочет от меня всего. И 1108 список того, что она от меня хочет. И почему? Что она хочет на самом деле? Она хочет просто внимания, дорогие ваишнавы. Это очень просто. Надо просто уделять своей жене внимание. И все. Больше ничего не надо делать. Просто внутреннее время выделить для нее. Мы так устроены же, мы мужчины, нам, ну, как бы, все понятно, да? То есть, вот, нам принесли просад. Все понятно. Он должен быть вкусный. Если он вкусный, все нормально. Ну, конечно, так и должно быть. Если он невкусный, то что это такое пригорело? Что происходит? Что-то, вселенная что-то сломалась? Что-то мне принесли невкусное? Ну, что, ребята, а если все нормально? Ну, как бы, все нормально, да, все происходит, вокруг меня вращается, все, у меня все вкусно, все хорошо, вокруг меня все работает, убрано, все. Как я когда учился в школе, если я получал четверку, мне говорили, почему четверка? Ты что, почему не пятерка? А когда пятерка, это было само собой разумеющимся, мне вообще ничего не говорили. Ну, я был отличником, простите. Какое-то время. И то же самое, ну, мы просто иногда не обращаем внимания, мы просто иногда не замечаем. Но для женщины это самое важное. Самое важное знать, что она нужна. Знать, что ее любят. Знать, что ее ценят. И ей об этом надо говорить, понимаете? Вот простая вещь. Вот просто если вы начнете это делать, если кто-то этого до сих пор не делает, вы увидите, как все изменится. Если она приготовила поесть, надо сказать ей спасибо. Не каждый раз причем надо сказать. Не то, что вы ей сказали. Ты знаешь, ты очень вкусно готовишь. Я навсегда говорю тебе, что каждое твое приготовление блюда, оно будет супер прекрасным. Пожалуйста, запомни это. Все предыдущие, все будущие не работают. Каждый раз надо сказать. Причем желательно про каждое блюдо. Кому-то трудно это сказать. Это бесплатно. Вообще, просто надо сказать, ну, слушай, очень вкусно. Или женщина оделась, там, у нее новая сария. Ну, как я тебе? Нормально. И вам что, трудно сказать? Вот это да! Это же... Нам это ничего не стоит. Преды. Вообще ничего не стоит. А для них это самое важное. Тут женщины. Правда я правильно говорю? Видите? Я правильно все говорю. Мадожен, как только начну обманывать, сразу кидайте помидорами. Надо пару человек на женский форум отправить там посылки. Светите. Но... Это же очень просто. Ну, просто они так устроены. Нам все равно, как мы одеты. Ну, некоторым из нас. Ну, мне, например. А вот им не все равно. Для них это самый главный вопрос жизни. Красиво или нет? Я нравлюсь своему мужу или нет? И если муж не обращает внимания, понимаете, к сожалению, ну, такая природа. Ну, конечно, у преданных это в меньшей степени проявлено. Но так или иначе, они начинают хотеть нравиться кому-то другому. Ну, это же нехорошо. Поэтому надо просто сказать. Ты сегодня выглядишь прекрасно. Или не то, что... Я уже ей говорил, что она красивая. Я один раз сказал, и все. Она уже знает. Ну, боже мой, ну, это же просто. Это просто. Это внутреннее время, которое вы выделяете для своей жены, это просто внимание. В принципе, если этого нет, начинается. Женщины пытаются привлечь внимание. Требуют денег. Новую там, я не знаю, ну, преданных шубы, наверное, не требуют. Я надеюсь. Ну, может, из искусственного меха. Или там машины, квартиры и так далее. И муж потом говорит мне, я ей купил все. Машину, квартиру, все, что она хотела. Что она еще от меня хочет? Она хочет внимания. Просто. Ей не надо было даже машину и квартиру покупать. Было достаточно просто и говорить каждый день, что она красивая. Это гораздо дешевле, кстати, чем квартиру и машину покупать. Есть какие-то вещи, в чем выражаются внимания? В чем выражаются внимания? Внимание выражается в очень простых и доступных вещах. Например, благодарность, о чем я говорил только что. Отметить, просто сказать, дорогая, ты так вкусно приготовила, ты такая хорошая жена. Вместо того, чтобы сказать, почему не убрана, что такое там, и так далее. Ну, вам когда так говорят, это вас сильно вдохновляет? Ну, надо сказать, что это вдохновляющее. Даже если не убрано, сказать спасибо тебе большое, ты так заботишься, ты не все успеваешь, возможно. Ну, ты так, я вижу, что ты так стараешься, я так ценю это. Человек на крыльях. Ну, на самом деле, мы должны научиться, не просто говорить это ради слов, мы просто должны научиться это ценить. Знаете, здесь на фестивале Бактисангама, я не знаю, тысяча, больше тысячи человек заняты каким-то служением. И иногда, в силу своего невежества, я начинаю, ну, кто-то плохо выполняет служение, я начинаю на него злиться, в силу своего невежества, ну, когда меня сильно накрывает. И я уже даже готов там на него как-то наехать, я не знаю. Но один преданный, очень хороший, меня научил, что говорит, когда у меня какие-то проблемы с другим преданным начинаются, ну, вот по служению, я сажусь тихонько и начинаю себе представлять, что он делает. Вот он, например, приходит с утра, и он начинает там мыть, вот это все делать и так далее. Я в уме подробно перечисляю, что он делает. И говорит, к концу этого времени я такое большое уважение к нему испытываю, такую благодарность. Потому что, если бы он этого не делал, то бы делал бы я. А так как я все не могу делать, то я бы, ну, просто ничего бы не было. Понимаете? То же самое и жена. Мы привыкли принимать все как должно. Ну, само собой должно быть убрано. Ты что, не читала шастру, что ли? Да чистота. Гуна благости. Где твоя? Там же где и твоя? Но, да, должно быть убрано. Должно быть чисто. Я не спорю, клятуюсь, вообще согласен. Не думайте, что я пытаюсь сейчас как-то пошатнуть основы, так сказать, нашей философии. безусловно, гуна благости необходима, но так не работает. Так не работает. Это же то же самое. Понимаете, что интересно, что женщины, хотя они имеют очень много различий телесных, но они тоже души. Ну, когда-то, правда, говорят на каком-то Вселенском соборе голосовали, есть душа у женщин или нет. с перевесом в один голос приняли, что все-таки есть. Ну, это не наше самопродае. Мы понимаем, что мы все души. И точно так же, как духовные учителя, разве они кого-то заставляют, разве они кого-то ругают, разве они кого-то толкают там, или давай, ты должен, ты что, нам обеды дал, вперед. Нет, они просто вдохновляют. Так как Ишила Парупада говорил, его ученики часто в различных интерпретациях говорят о том, что мы должны видеть просто искру, маленькую искру желания служить к лишней и раздувать ее. То же самое, то же самое в отношениях с женой. Мы должны научиться видеть хорошее. И тогда это хорошее будет увеличиваться. Если мы концентрируемся на плохом, плохое будет увеличиваться. Если вы концентрируетесь на хорошем, вы видите в своей жене хорошее качество, вы обращаете на них внимание, вы благодарите ее за это, они начинают увеличиваться. Если вы видите плохие качества, если вы видите только какие-то недостатки, они тоже начинают увеличиваться. Это очень просто. Это очень просто. Мы знаем, что женщины такие сложные, ой-ой-ой. Вот у нас наверняка многие видели в интернете такая картинка ходит, там такая сложная множество ручек всяких ползунков, индикаторов, лампочек, тумблерочков, это женщина. И потом мужчина такой вкл-выкл, такой тумблер один. То есть, да, они сложные, они эмоциональные, они совсем другие, они просто с другой планеты. Но тем не менее, тем не менее, вся эта сложность, вся эта, она нужна только для того, чтобы они хотят внимания, они хотят заботы, хотят любви. Как много раз вы говорили о том, что да, их надо выслушивать. Действительно надо, действительно надо. И, ну, вы знаете, вы слышали все наверняка об этом, что они не требуют решения, вообще просто надо выслушать. Ну, хорошо, выслушайте. Скажите, да, дорогая, я тебя понимаю. Даже когда они вас ругают, я пробовал, работает. Прямо вот на тебя наезжают, обняйтесь, дорогая, как я тебя понимаю. И все. Ну, какая-то такая вот, такая конструкция, да. Проблема повторяется, означает, что вы мало уделяете ей внимания. Надо ей уделять внимание. Надо, понимаете, еще бывает такое, что случай запущен. То есть, мы на протяжении многих лет пытались относиться к женщине как к мужчине. Мы брахмачари, вышли из Ашама, и там все, все вот так вот должно быть. И на протяжении десяти лет мы воспринимаем ее как соседа по комнате брахмачари, с которым почему-то дети появились, правда, непонятно. Но, тем не менее, во всем остальном это брахмачари сосед по комнате. Только ребенка родил. Но, а потом вдруг раз и проблемы возникают, проблемы повторяются. На протяжении долгого времени это нужно как-то восстанавливать. Это нужно как-то восстанавливать. Но это работает сразу, с самого начала, с самого первого раза. Это просто, это какие-то простые вещи на самом деле, внимание, потом какие-то подарки. Знаете, есть такая штука как подарки. Надо, знаете, женщинам удивительно. кто из вас думает о том, что мне подарят на день рождения? Поднимите руку. Кто-то ждет какого-то подарка. Ой, мне подарили. Кто, поднимите руку. Поднял? А, это он селфи делает. Мадожа, а вы ждете? Видите? И как вы думаете, что лучше подарить жене, например, привезти такой букет огромный, 365 роз купить и подарить? Классный подарок? Красные они такие, бархатные такие, вообще, ну, огромный такой букет. Стоит дорого, невероятно. Классный подарок? А что лучше? Один раз 365 или целый год по одной каждый день? И то, и то хорошо. О, правильно, тоже хорошо. Мадожа, что лучше, скажите? Каждый день по одному. Потому что эффект от одной такой же, как и от 365, но только просто это будет каждый день в течение года. Простые вещи, это называется внимание. И я, вот на самом деле, прочитал недавно высказывание Читаничан и Вечерана про Бога. Он довольно много интересного всегда рассказывает это греха с кашами. И вот, честно говоря, мне очень понравилось его, это извлечение, я его даже выписал, решил с вами поделиться. «Для женщины истина там, где ею дорожат, а не там, где выдвигают правильное решение, игнорируя ее переживания. Только любовь может убедить женщину и привести ее в равновесие». Спасибо. Ну, так я не увижу, правда, тут далеко, у меня зрение плохое, но ничего. сейчас мы увеличим. Итак, еще раз, «Для женщины истина там, где ее дорожат, а не там, где выдвигают правильное решение, игнорируя ее переживания. Только любовь может убедить женщину и привести ее в равновесие. Поэтому муж, не отвечающий на чувства жены, проявляет неуважение к ней. Муж должен находить время и желание выслушивать все эмоции и проблемы жены просто без решения. Ей не нужно решение, ей нужно прибежище. Ее решение это муж. Все. Ее решение это муж. И в этом вся простая истина, которую я хотел сегодня донести. Я надеюсь, я знаю, что многие и так это понимают. Может быть кто-то хочет возразить, дополнить. Есть какие-то вопросы. Не знаю, это форум все-таки. Что? Кто скажет? Дотекаю правую. Может быть исправит. Простите, я все завалил. Я предупреждал вас. Так. Свои значения внимания. Потому что надо всегда варить женщину в ее вкус на передавлении за то, что она открывается. А если получается так, что допустим то, что она приятного есть вообще невозможно если не есть. И делать так, не нравится там. Нравится, не нравится, какая разница? Не, ну скажите, что нравится. Ну и что, что не нравится? Да какая разница? Не привязывайтесь. Жена там, ну что вы? Не, ну понимаете, если вы говорите о том, что она, например, приготовила то, что невозможно есть. Например, она положила килограмм соли туда, и это действительно опасно для здоровья. Ну, это же тоже можно сказать. Слушай, я знаю, я знаю в древности соль была очень ценным, ценным продуктом, ее чумаки привозили издалека на этих самых, на, как они называются, валах. и просто для того, чтобы показать, как дорог гость, например, иногда пересаливали пищу, чтобы не жалко ничего, я вижу, ты меня очень любишь, ты сегодня посолила очень хорошо, спасибо огромное, ну просто я, наверное, столько не съем. Это же можно в шутку сказать, правильно? Можно так сказать. И она будет довольна, она улыбнется, она поймет, вот что, ну да, пересолила, ну, к примеру, да, ну всегда же можно сказать, да что ты приготовила, вообще невозможно есть, что ты себе позволяешь, ты вообще готовить не умеешь, ты только на Санкир там уходить можешь, а готовить ты вообще ничего не умеешь. Я слышал такое. Всю жизнь только вот это, ну, вот поверьте, ничего нет хуже для женщины, чем услышать такие слова. Ничего нет хуже, чем если ты ей говоришь, что, так как ты оделась, что ты вообще некрасивая, ты не умеешь вообще носить одежду, ты какая-то нестильная, что ты готовить не умеешь. Хуже ничего вы не можете сделать. Вы убили ее на корню, зарубили, и ей в следующий раз может через кальпус захочется что-то сделать. Поэтому надо, если вы хотите, ну, как бы конструктивно что-то исправить, как, например, в случае, который я привел, это можно сделать легко, шуткой, с любовью, понимаете, с любовью. Вот это важный момент. Во всем этом должно быть отношение, должна быть любовь. Мы же не просто какие-то солдаты, эти роботы, биороботы, которых так поженили, мы так, теперь мы должны выполнять предписание, ты должна делать это, я буду делать это. Ну, нет, мы же не так, мы же, у нас отношения. У нас отношения. Если мы так строим свою жизнь, во-первых, нас погубит вожделение. Если мы не будем близко как-то общаться со своей женой, близко общаться я не имею в виду ни какой-то там беспорядочные сексуальные отношения, нет, нет, ни в коем случае. Я имею в виду, что там обнять жену, взаимодействие мужских и женских энергий должно происходить, понимаете. просто сказать ей какие-то приятные слова, просто, ну, если она даже делает какую-то ошибку, ее же можно, ну, опять же, ребенку, они как дети. Ребенку можно сказать, он там, например, папа, смотри, я нарисовал там тебя. И там такую. И можно ему сказать, слушай, да ты художник, тебе надо в школу художественную отдавать, у тебя талант явно. А можно сказать, да ты че, дурак, ну, не похожа на меня вообще, ты че, ремня ему еще дать. То же самое здесь, то же самое здесь. Ее можно вдохновить, а можно убить. Зачем убивать? Пусть живут. Еще есть вопросы? Вчера я под занавес задавал вопрос, но так, кажется, не получил пока в него... В микрофон. Давайте. Просто, когда вы скажете, что она красиво оделась, что у нее талант одеваться красиво, она из кожи вылезет, но она будет одеваться красиво. Понимаете? А если вы скажете, да ты вообще, у тебя вкуса нет. Вот я знаю, ну, как бы, у меня есть близкий человек, родственник, который разговаривает со своей женой, да ты посмотри на себя, да ты вообще, ты, что ты, как ты одеваешься, да ты... Ну, дальше слова, которые вайшнабы обычно не повторяют, и слышать им даже не надо, но я в ужасе. И она, она была красивой женщиной в молодости. Я, ну, я знаю ее. Она реально выглядит, как Баба Яга, потому что каждый день она слышит это. Кто же захочет? Да, извините. Спасибо. Вчера мы говорили о том, что по большому счету цель Ихастха Ашрама вдохновлять жену на продвижение в сознании Кришны и наоборот. Как, раскройте, пожалуйста, этот механизм именно вдохновления в продвижении в сознании Кришны, потому что то, что вы сейчас сказали, это универсальное как бы для сознания. Да, Это означает отношения. То, что я сказал, означает отношения. А если у вас будет отношения, она будет хотеть следовать за вами. Она будет хотеть мой муж такой классный. И она же знает, чего вы хотите. Вы можете прийти утром и сказать, так, уже пять минут четвертого, ты вообще что себе позволяешь? Подъем немедленно. Ты в томагуне. Ты что? Что ты себе позволяешь? Ты томагунщица. А вы можете сказать, что о, солнце, вставай, освети, три мира своим присутствием. Пора. И она с улыбкой встанет, будет счастлива, потому что просто с этого начался день. Она побежит мыться, она будет сидеть и повторять манту. Просто потому, что приятно. Понимаете? Это отношения. То, о чем я говорю, это просто отношения. Если есть отношения, есть все остальное. Женщины, у них не работает чувство долга. Отсутствует. Вообще нет такой функции. Нету. Не включаются. Нету. Забудьте. Ты дала обеты? Дала. Мои обеты. Дала, теперь взяла. Дала, да, дала обеты. Конечно. Не работает. Она ее, поэтому ее нужно... У мужчины есть еще такая функция, как чувство долга. Хотя мужчину тоже надо вдохновлять. То же самое, это обоюдный процесс. Но у мужчины есть, по крайней мере, такая костыль какой-то, чувство долга. Ну, тяжело, конечно, но я должен. Ну, может, не у всех мужчин, но есть. У женщин, ну, у некоторых, может, и бывает. Нет, бывает иногда. Но они немножко на мужчин похожи. Обычно. Поэтому, так не работает. Это отношения. А если есть отношения, есть все. И тогда она разделяет ваши интересы. Она видит, я ему нужна. Он меня любит. Он меня любит. Вот это для нее самый главный вопрос. Первый вопрос. Я красивая или нет? Второй. Он меня любит или нет? Если она видит, что и первое, и второе, он мне дает, она пойдет за вами в огонь и в воду. И потом, когда она погребальный костер, тоже есть вероятность. Если пропустят. Ну, вот так только. Все так просто, никаких универсальных рекомендаций. Просто бери и делай. Да, просто бери и делай. Да, просто бери и делай. Просто бери и строи отношения. А не так, что, ну, честно скажу, вот когда-то давно у меня, я был женат, ну, у меня была жена еще до того, она была непреданная. Ну, так или иначе, так случилось, к сожалению, мы развелись, или к счастью, я даже не знаю, но уже это случилось. Ну, к сожалению, потому что сын, а так, в принципе, нормально. Но, но, я, я думал тогда, ну, она вообще была непреданная, ну, как бы вообще не хотела ничего делать. Я думал, вот если бы у меня была жена преданная, вот она бы все делала, а я, а мне так, ну, а если бы что-то не делал? Не, ну, 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 есть же всегда можно сказать, вот у нас есть предписание шастер. Ну, я так думал, простите. Ну, если кто-то сейчас так думает, не думайте так. Не получится. На предписаниях шастер не получится. Нужно строить отношения, нужно любить, нужно заботиться, нужно, тогда все работает, по-другому нет. Спасибо. Не за что. Доброго. А вот у меня, вот вопрос, вот частная ситуация, когда жена что-то приготовила, вот, и ты ее хвалишь, говоришь, очень вкусно, спасибо, а она начинает спорить, говорит, у вас у мужчин очень грубые чувства, вы не разбираетесь. Да, вообще не разбираемся. И, в общем, твое мнение не авторитетно по поводу. Да, мы тупые, конечно, у меня твое лучшее мнение, это сто процентов. Ну, не даже так, всегда же можно, ну, поймите, даже когда вы в шутку говорите, женщине приятные вещи, даже когда она вообще невкусно приготовила, вы в шутку ее хвалите, она понимает, что это, ну, со смехом, и все равно приятно. И она, когда человеку приятно, она вдохновлена, она будет что-то менять. Да, чувства, ой, вы вообще, да, мы такие грубые, грубые, что ты хавайся просто, ты еще не знаешь, какие мы грубые. Вообще не различаешь, сладкие от соленого отличить не могу. И все. Ну, в чем сложность? Харьи Кришна, про булок что-то хотели. Молодая семья, смешанная семья. Смешанная, в каком смысле? Как бы, каждый подумал о своем, я говорю, в этом и не делал. А, в этом смысле, да. Я думал. Если, как бы, в какой-то отношении молодой пары полный, то вот какой выход из этой ситуации, когда они уже не находятся общего и быть там? Ну, выход такой же, строить отношения. Выход, по другому выходу. Это очень большая травма для обоих. Это, если есть дети, это очень большая травма для детей. Ну, Шилы Павпада, ну, как бы, он говорил, что развод, это не наш путь. Ну, это, знаете, это индивидуальные вещи, это нужно, ну, нет каких-то общих рекомендаций. Да, надо разводиться. Ну, зашли в тупик. Опять же, почему они зашли в тупик? Надо искать причину, почему они зашли в тупик. Они зашли в тупик, скорее всего, не потому, что жена демон, просто прирожденный, с рыжими усами, гравана, воплощенный. Скорее всего, она просто недостаточно получала внимания, ей не хочется следовать за своим мужем. Она таким образом пытается ему сигнализировать. Ты мне не уделяешь внимания, я не буду следовать за тобой. Вот это, скорее всего, в переводе на понятный нам язык, это означает, не, ну, я не говорю, что это всегда так. Каждый случай отдельный, но, в принципе, в большинстве случаев именно так. Потому что муж вдруг решил, он стал преданным, присоединился. Так, сейчас, с кого начать? Ну, конечно, жена первая, кто должна стать чистой, преданной. Я-то успею еще, у меня, я-то уже, ну, вот она, ну, потом еще там, дети, да, теща, я не знаю, кто еще попадает под раздачу. Но, обычно это заканчивается плохо, потому что мы, особенно на начальных этапах, хотим сделать преданными всех вокруг себя, кроме себя. Ну, похоже, надо начать с себя и стать серьезным преданным и постепенно, то есть, это очень сложный, тонкий, постепенный процесс. У нас, по-моему, есть одна из тем, да, это декая круга, об этом или нет. То есть, если жена непреданная, муж непреданной, и оба они непреданные, что с ними делать. Нету? Ну, это, но в любом случае, это тонкий момент, и здесь надо быть очень аккуратным, чтобы не довести, так я бы скажу, у нас показывают, правда, там трансляция. Давайте я запикаю. Давай, начинай крикать. Пи. Но, я однажды, когда я стал великим преданным, я решил, что пора начать предлагать пищу Господу. Ну, я где-то долгое время не предлагал, а потом думаю, ну, уже пора, уже месяц, повторяю, четыре круга, и восемь, уже все, это просто, и я сказал жене, так, так и так, вот такие вот предписания, все, значит, будем предлагать, посуду, алтарь соорудил, сам из фанеры, вообще классный ящик такой был, вот, и все, говорю, пробовать нельзя, поняла, нельзя пробовать, все, Господь должен первый попробовать, и захожу на кухню, она варит борщ, и вижу, понимаешь, застукал, прямо на месте преступления, пробует, зараза, борщ, и я, исполненный праведного днева, метаю в нее одну молнию сначала, потом хватаю, а пока она падает, я хватаю этот борщ, иду и выливаю в унитаз, когда мы разводились, она мне сказала, я тебе никогда не забуду, этот борщ, который ты вылил, ну, вот так вот, поэтому, это, такой вопрос, лучше до этого не доводить, есть еще вопросы, вы начали лекции, сказали, что есть два способа вдохновлять твою жену, которую никто не знает, да, я тоже, а? Не, они есть, просто их никто не знает, но на самом, это народная мудрость, я слышал, что народная мудрость утверждает, что есть всего два способа вдохновить жену, но их никто не знает, а потом я добавил, что на самом деле, я знаю, есть один всего способ, и вот если нет этого одного, то понадобится 1108, которые не работают, да, да, пробуем. Вопрос такой, вы говорите, что можно с ума с женщин, да, вот здесь какой-нибудь, да, она говорит, вынести елку, ты посыл, он так, жевал, ну, с елкой. Да, ну, вынести. Да, это еще не факт, а? Это еще не факт, но скоро Новый год, ну, скоро Новый год, правильно, а что выносить? Ну, что такое, ну, в том числе, это как бы исполнять, убежать словом, конечно, слово может сказать. Как найти разницу между тем, кто считает, что делать, сам верит? Знаете, ну, вот, как бы мне повезло, я несколько раз присутствовал, ну, вот, несколько раз я слышал откровения женщин, такие вот реально про себя, и даже не только моей жены, но так мне получилось, удалось услышать несколько раз, несколько вещей, которые раз на заметочку сразу себе взял. первое, то, что я узнал, ну, это не может быть, ну, не совсем прям елка, но, эээ, моя жена мне спрашивает, ты купишь мне, там, что-то? Я говорю, да. Никогда не говорю, нет. Да, всегда отвечаю, да. Ну, я куплю, ну, если она даже, ну, она где-то лет через 5-7 начала задавать второй вопрос, когда? Дошло. Я говорю, когда, когда будут деньги, обязательно куплю, или если, ну, если они есть, ну, почему бы не купить, на что жалко, что ли? Ну, она же человек, она хочет этого, то же самое здесь. Ей, они, сказала одна женщина, ее муж, нет, здесь его нет, она сказала, нам, главное, значит, что может быть, когда-нибудь, в будущем, это случится. И вот, когда ты ей говоришь, да, я сделаю, да, ей уже хорошо от этого. А если ты еще и сделаешь, не, ну, прости, поймите, я не к тому говорю, что мы просто должны, как эти самые, не выполнять свои обязанности, просто говорить, да, конечно, да, да, сидеть, носу говорятся. Нет, разумеется, это так не работает, к сожалению. Но, разумеется, мы, ну, первое, о чем говорили вчера, то есть, все это, о чем я говорю, возможно, только при соблюдении того, о чем говорили вчера, что мужчина берет ответственность. Это не просто какой-то балбес, который лежит на диване, ковыряется в носу, смотрит телевизор, и просто жене говорит какие-то комплименты и что-то обещает. Нет, так не работает. Она должна понимать, что она замужем, за мужем, за стеной, понимаете, то есть, он взял ответственность за нее, она понимает, я в надежных руках. Ну, и там уже, ну, как бы, ну, иногда, да, но иногда что-то она хочет, ну, зачем ей говорить нет? Ну, от этого никому лучше не будет. Ну, она же вас не схватит за горло, не скажет, немедленно, давай, вот, сделай мне это. Хорошо сделаю, но вы же действительно намерены это сделать. Ну, просто через некоторое время. Не, ну, это, конечно, не касается елки, но, в принципе, ну, зачем, ну, опять же, если мы говорим о том, что я хочу вот это, вот это, вот это, если жена вот так разговаривает, это означает, что просто недостаточно внимания, и все. Если она начинает требовать, как мы говорили, денег, там, всего остального, квартиры, машины, там, просто она пытается заполнить вот эту пустоту, которая есть в ее сердце, недостаток нежности, недостаток внимания, она пытается заполнить материальными вещами. Это не получится. Ну, нежность, внимание, Это тоже не то, чтобы такие прям духовные вещи Но они ближе все-таки К тонким материям каким-то Чем машины и квартиры И Это вот Ну то есть Если она требует чего-то И прям уже хватает за горло Это означает, переводится так Дорогой, ты мне вообще не уделяешь внимания Посмотри на меня Я здесь рядом Я красивая, я готовлю Я такая, я сякая А ты на меня не обращаешь внимания Поэтому когда ты вынесешь елку Вопрос, да Простите, да-да-да А, надо повторять вопросы Хорошо, это был вопрос Что делать, если как в том анекдоте Когда ты вынесешь елку А елка стоит уже в августе Ну это не совсем по-мужски Ну как бы Я не говорю о том, что мы должны Быть подкаблучниками Которые там Любое какое-то там Ну мы исходим из здравого смысла Ну если жена просит Купите ей сережки У вас есть деньги Ну почему бы не купить Почему бы не сделать ей приятное Она же должна себя украшать У нее же самый главный смысл жизни Быть красивой Она должна себя украшать Она хочет для вас быть красивой Ну если у вас, ну как бы нет денег То сказать Любимая, я куплю тебе лучшие сережки Ну чуть позже Ну когда будут деньги Ну будут деньги купить Ну не будут Ну не купить Ну что делать Ну другой Купите ей что-нибудь Ну какой-то подарок попроще Ну пока на сережке нет Вот тебе одуванчик Не, ну я утрирую Но я имею ввиду Что главное отвечать на это как-то Ну конечно же Вопрос был в том Что человек может только говорить-говорить И ничего не делать Ну это не по-мужски Говорить-говорить Ничего не делать Не по-мужски Ну Как-то так То есть я шучу Ну как бы Чуть преувеличиваю Но мы же понимаем Что так не работает Кому вы что-то хотели Кто-то да Вы хотели спросить Микрофон Слушайте, а сколько еще времени Скоро Пять минут осталось Держи По поводу женщин Ну На моем веку Много Опыта было Это понятно И сначала Конечно страшно В то время В то время Были отношения такие Равные Но у нас Неравные отношения У нас Кришна Выше всего И если женщину направить На Кришну Я сколько Смотрю на Махат Например у нас В Праматорске Есть женщина Которая ведет 16 лет на Махат И на ней Я смотрю Столько Забот Столько 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 Работы Столько Она там То есть Я сейчас Преклоняюсь Перед этими Женщинами Равхупада Сказал Что Нет Ни мужчин Ни женщин Здесь В этом Когда Его обвиняли Своих братьев Что Ты даешь Инициации Женщинам И А он говорит Нет Там женщин Ни мужчин Поэтому Уровень Наш одинаков Что Женщин Что Мужин Вы Меня Может Бить будете Но Смотрите Женщине Очень Трудно Принять Решение Да И надо Помочь Очень трудно Принять Решение Поэтому Мужчина Должен Все Расписать Ей На Год Вперед И она Туда Будет Летать И Принести И показать И рассказать Все Как Надо Делать И В Какой Плате Наряжаться И Когда И все Тогда Она Будет Свободной Дальше Хватит Харик Лично Спасибо Ну Спасибо Да Можно Пожалуйста Если есть четкие признаки любви Влюбленности и вожделения Ну В соответствии Вопрос такой Есть ли четкие признаки любви Влюбленности и вожделения В соответствии с нашей философией Любовь в русском языке Применяется Во всех случаях На санскрите Есть према Есть кама То есть Есть према Это любовь к Богу То есть Слово любовь Применяется по отношению к Богу Кама Все остальное Это кама То есть Так или иначе Это кама Ну В нашем обществе В западном Мы как-то Привыкли Очень Ну как-то Обожествлять Возвышать И Как-то Как-то сказать Возвеличивать Эти чувства Так или иначе Надо понимать Что в основе этого Лежит вожделение И в основе Влюбленности И в основе Любви между мужчиной и женщиной И в основе Если она не связана С любовью к Кришне И в основе Любых отношений Между мужчиной и женщиной Я имею ввиду Ну Отношения между мужчиной и женщиной Так или иначе В общем-то Основывается это В значительной степени На вожделение Если преданные Направляют это Занимают это В правильном русле Направляют К Кришне И они вместе Помогают друг другу Тогда может быть Можно говорить Ну я бы может быть Применил какое-то слово Любовь Но скорее это будет Дружба Сотрудничество Но это уже такие Зрелые отношения Нормальные Когда мужчина Муж и жена Сотрудничают Когда они вместе Помогают друг другу Вот например Как я Просто мы живем У нас Место такое Люди же мы живем У нас Лично я живу В доме Который называется Джаладута И там пять квартир Там живут преданные Я вот например Смотрю как Атикави пробую Смотрю жиросолил И вот он здесь сидит Как они сотрудничают Они реально С утра до вечера Сотрудничают И все счастливы Они вот просто Они заняты Заняты Реально Заняты Все время Служением Миссии Служением Ширипраупади И они вот Реальная команда Вот банда Настоящая Друзья Которые Вместе Я думаю Что Вот я бы сказал Что они Ну Простите Атикави пробую Что я так говорю Ну Ну Я бы Вот такие отношения Я бы назвал Любовью Понятно Что 20 лет назад Или 30 я бы дал вам Другой ответ Но Похоже Вот Как-то так Ну Я это вижу Влюбленность И так далее Знаете Два минута С вами Когда-то Рассказывал На лекции По поводу Влюбленности Он говорил Что вырабатывается Определенный гормон И это состояние И это состояние Влюбленности Оно У человека Длится По-моему 16 месяцев Ну Вырабатывается Этот гормон У слонов Чуть-чуть Больше Это длится Я не помню Уже где-то До двух лет У них влюбленность Ну То есть Это определенные Химические процессы В организме Ну Понятно Так устроил Господь Мужчина Привлекается Женщиной Женщина Привлекается Мужчиной Она от него Чего-то ждет Это нормально Ну В этих градациях Вот именно Как вы сказали Мне сложно Разобраться Я могу Вот Как я понимаю Отношения между Мужчиной и женщиной Я не претендую На истину В последней инстанции Говорят Уже пора заканчивать Джай Чудо правопадаки Джай Чудо Горнитааки Джай Горнитааки Редактор субтитров А.Семкин